Сегодня наибольшая проблема в мире это не поступки нечестивых, а равнодушие среди верующих людей. Мы заняты собой, мы забыли о Боге. Господь сейчас пытается нас пробудить, чтобы мы снова начали бодрствовать и трезвиться. Я хочу начать сегодня с отрывка из Евангелия от Луки. Думаю, это место вам хорошо знакомо. Это терпеливое наставление Христа. Да, мне сегодня важно напомнить вам это наставление Иисуса, потому что это приносит нам пользу. Это время смены сезона. Я не знаю, что ждет нас впереди, но я верю, что Бог верен, и Он проведет нас. Мы не должны пребывать в страхе, тревоге и неопределенности, потому что Господь Иисус все еще глава церкви. Он все еще занимается строительством своей церкви, церкви без пятна и порока, победоносной церкви, являющей на земле славу нашего Господа. Мы не остановимся и не отступим никуда. Мы не будем молчать. Мы будем двигаться вперед. Нашим корнем является то самое терпеливое наставление Иисуса, но прежде чем я его вам прочитаю, Я хочу обратить ваше внимание на уникальную перспективу, которую Иисус открывает своим друзьям. Его разумение превышало настоящий момент. Он видел насквозь сердца тех, кто пытался воспользоваться моментом. Он точно знал, что происходит и что будет потом. Иисуса никто не застал врасплох. В его жизни не было неопределенности. Он был абсолютно уверен в своем отце, Поэтому какие бы козни ни зацевали против него, это его не пугало. И второе, мы видим, что Иисус явно ставит акцент на другом царстве, превышающем название вашей церкви, динаминации, перевода Библии, которые вам больше нравятся, и вашего любимого стиля прославления. Мы имеем часть вечном царстве, Творца всего. Это огромная честь. И, наконец, когда я буду читать этот отрывок, обратите внимание, какую огромную ценность Иисус придает своим ученикам. Надеюсь, сегодня до вас дойдет, что вы драгоценны для Иисуса. В нашей жизни нет ничего, что было бы сокрыто от Него. Ни одной мысли или события, или обстоятельства. Он сказал, я добровольно приду на землю и отдам себя в жертву за людей, чтобы у них было другое будущее. Мы важны для Него. Не потому, что мы прекрасно притворяемся святыми, когда приходим на служение. Мы действительно драгоценны для царя царей и Господа господствующих. Я нахожу ваш аминь слишком слабым. Итак, Евангелие от Луки, 22 глава, начну с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Он же сказал им, цари, господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилю». И теперь он переходит на личности. Он говорит, «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился от тебя, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди, братьев твои». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и насмертите». Этот отрывок всегда меня озадачивал. Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Мне бы хотелось, чтобы Иисус сказал, «Я запретил дьяволу и отослал его куда подальше». Но вот что он сказал на самом деле. «Я молился от тебя, когда вернешься, помоги этим людям». На какое-то время, Сим, ты отступишь от меня. После трех лет с Иисусом нам важно кое-что понять об учениках. Большинство из нас не первый месяц, не первый год с Иисусом. Мы не начинающие последователи. И, я думаю, будет уместно сказать, что ученики были хорошо проинформированы. Они ведь столько времени проводили с Иисусом, но они были далеки от разумения. То есть можно иметь информацию, но не иметь разумения. И на этом уровне нельзя оставаться. Дух Святой сыграл решающую роль в том, чтобы они могли уразуметь то, что слышали от Иисуса, и пойти служить в этот мир. Я считаю, что этот год дал нам выбор и возможность закончить 20-й год на новом уровне отношений с Богом, на новом уровне чувствительности и ответственности, чтобы наше христианство не было просто рутиной. Это хорошее время, чтобы утвердиться в новых, более качественных отношениях с Иисусом и Духом Святым. Мы должны научиться больше почитать Его Царство. Ученики успели услышать много информации, но не имели разумения. Они были хорошо обучены, ведь их учителем был лучший лидер в истории человечества. Но все же они не дотягивали до того, чтобы начать служение. Иисус сказал им, «Даже не думайте пока начинать служение. Не покидайте город пока, а вы не будете крещены Духом Святым». Иисус называет Духа Святого нашим помощником. То есть это неоспоримый факт, что нам нужна помощь. Нам не нужно бояться этого. Это не очередное испытание. Это то, чем Отец желает нас снарядить. Иисус сказал им, «Я уйду, но Отец пошлет вам другого помощника». И вот на что я хотел бы обратить ваше внимание. Это касается учеников Христа. Они оставили все, чтобы последовать за Иисусом, но их было так легко отвлечь от главных. Они начали обсуждать странные вещи. Кто из них больше? Вы бы стали обсуждать это, прямо сидя за столом с Иисусом? То есть да, они готовы идти за Ним, но были и тревожные знаки, как и они. Мы тоже нуждаемся в том, чтобы кто-то корректировал наше направление. Это не должно нас обижать. Бог нас корректирует. Мы бываем чрезмерно самодовольны, слишком уверены в себе. Нам не хватает смирения, чтобы быть открытыми к тому, чтобы Господь нас учил и направлял наш путь. Мы делим нашу жизнь на наши достижения и на наши отношения с Иисусом. И ставим отношения с Ним на первое место. Все остальное менее важно. Но ученики провели с Иисусом три года. Они были рядом и видели чудеса. Они оставили все в своей жизни, чтобы идти за Ним. Они были верны Ему. Но при этом к ним приходили мысли, которые их отвлекали. Разве не очевидно, что нам тоже весьма легко отвлечься от главы? Мы погрязли в нашей плотской реальности. Евангелие не просто теория, не просто череда событий, совершившихся в том отрезке времени. Цель Евангелия – пролить свет на наш путь сегодня. Мы живем во время колоссальных изменений. Это время, когда отсутствует последовательность. Наша жизнь в этом году очень сильно отличается от того, что было в нашей жизни в прошлом году. Мы по-другому ходим в школу, по-другому проходим учебный процесс, мы по-другому ходим за покупками, по-другому и отдыхаем. Мы иначе поклоняемся Богу. В сезон, когда меняется твоя жизнь, когда в ней полностью отсутствует последовательность, так важно понимать, где север и где юг. Нужны четкие ориентиры для правильной навигации по жизни. Не идти за ветром во время шторма, а знать, как выйти из зоны шторма. Если мы не знаем, в чем наше основание, и на чем базируется наша истина, и думаем, что СМИ и поп-звезды скажут нам, куда идти, и вовремя предупредят нас о надвигающемся шторме, мы очень ошибаемся. Нам необходимо знать Божью истину. Я могу предоставить вам множество примеров из истории. И из истории нашей страны, в частности, возьмем, к примеру, то, что произошло недавно. Мы видели, что в Сенате спорили о принципах справедливости в Верховном Суде. То, что является само собой разумеющимся, было подвержено сомнению. Один из сенаторов заявил, что даже просто термин «сексуальное предпочтение» уже сам по себе является оскорбительной фразой. Это якобы унижает достоинство человека. Мы так быстро ушли далеко от библейского образца семьи. Брак — это союз мужчины и женщины. Так было в западной культуре многие столетия. Это было абсолютной истиной. Мы были в этом утверждены с рождения. И на протяжении веков мы выросли, зная, что так должно быть. Это было стабилизирующим компонентом для всей нашей культуры и правовой системы. Но мы дожились до того, что само понимание того, что человек выбирает для себя свое сексуальное предпочтение, уже считается оскорбительной фразой. Это считается дискриминацией. А вы понимаете, к чему это приведет? Если у нас с вами нет свободы делать выбор в том, что касается нашей сексуальности, то мы уже не независимые люди со свободной волей. Мы животные. Церковь все это время, можно сказать, молчала. Как это могло случиться при такой волне изменений? Ведь в нашей жизни вообще так много всего изменилось. То, как мы делаем покупки, как проходит наш день, на нас навалилась целая куча новых обязанностей. А если посмотреть более широко, то изменения колоссальные. Поэтому так важно понимать, в чем фундамент нашей жизни. На основании Слова Божьего. Мы живем во время колоссальных изменений. И он еще не закончился. Это само по себе неплохо. Мы выйдем из этого сезона с более помазанной и живой церковью. Более помазанной, чем когда бы то ни было, готовой провозглашать Евангелие. Более, чем когда-либо. Не смотрите только на темную сторону. Смотрите прежде всего на царя. И также сейчас происходит битва за сердце и душу нашего народа. За эти месяцы мы увидели это много раз. Это делают политики, экономисты, телевидение и соцсети. И у этого всего есть духовный корень. На земле идет битва. Ее кульминацией будет схватка между антихристом и царем царей. Господом, господствующим. Так и будет. Добрая весть в том, что мы, как церковь Иисуса, являемся послами царя. Сегодня наибольшая проблема в мире — это не поступки нечестивых, а равнодушие среди верующих людей. Мы заняты собой, мы забыли о Боге. Господь сейчас пытается нас пробудить, чтобы мы снова начали бодрствовать и трезвиться. Нам не стоит забывать о том, что мы нация, которая имеет христианское наследие. Это неоспоримый факт из истории нашей страны. Не нужно принижать значимость этого. Этого не нужно стыдиться. Это истина. Мы никогда не заставляли граждан нашей страны становиться христианами. Такого не было в истории. И у нас нет желания делать это сейчас. Здесь всегда было разнообразие убеждений. Это неправда, что изначально в нашей стране не допускалось разнообразие взглядов и убеждений. Хотя наша академическая система утверждает именно это, к сожалению, поэтому, когда мы говорим, что мы как страна имеем христианское наследие, это вовсе не означает, что мы народ, который на все 100% состоит только из христиан. Это неправильное понимание. Разнообразие взглядов всегда было определяющим компонентом нашей правовой и социальной системы, нашего образования, того, как мы себя видим. Этот фактор способствовал нашей свободе и преуспеванию. Во многих странах мира есть природные ресурсы и промышленные группы. Но Бог благословил нас. В истории нашей страны Бог вмешивался не раз. Было немало случаев излияния Духа Божьего на нашу землю. Здесь были пробуждения. Возможно, кто-то из вас изучал в школе историю Джонатана Эдвардса, сейчас этому не учат, Джордж Уикфилд, Чарльз Уэсли, доктор Муди, Билли Грэм, Орл Робертс. Бог использовал этих людей во всех поколениях. Мировые войны, глобальные конфликты, гражданская война. Бог хранил нас во все времена. На многих зданиях в Вашингтоне, в нашей столице, выгравированы места исписания. У нашей страны христианское наследие. Почему же это так важно? Потому что будет легче восстановить наше наследие, если мы будем понимать, что это определяло нас как нацию. И наша задача в этом поколении не растерять эти ценности. Нельзя просто принимать благословение и забыть об ответственности хранить наше наследие. Итак, что нужно делать? Я думаю, вы и так понимаете, что нужно делать. Во-первых, мы должны более серьезно относиться к нашей вере. Бог — владыка, и мы не должны относиться к нему как к лояльному дядюшке. Он принимает решения, а мы должны отвечать ему послушанием. Этому есть пример в истории. Сегодня у меня нет времени идти в детали, поэтому скажу кратко. Церковь в Германии в 30-х годах 20-го века стояла на распутье. В этой стране были глубокие христианские корни. Но в их стране набирала обороты идеология, которая вот-вот превратит их в одну из самых разрушительных сил в истории. Если мы читаем историю церкви на тот момент, мы видим, что были те, кто хотел остановить то зло, которое зарождалось в стране. Но все же они решили промолчать. У них было на том свое право и свои причины. Но сегодня мы не можем позволить себе молчать. Нам нужно серьезнее отнестись к своей вере. Нам также нужно смирить себя и определить ориентиры, кто мы в этом мире. Возможно, мы сошли с пути. Каждый день наблюдать за тем, что происходит в мире, и не быть поглощенными собственной рутинами. Вы скажете, «Не люблю слушать новости». Да, мне тоже это не по душе. Но нам нужно быть настороже, держать руку на пульсе и включать разум. Бог дал его нам не случайно. Молитесь. Хватит говорить. «Я не молюсь». «Я не знаю, как молиться». «Я косноязычен». Наша молитва крайне важна. Хватит уже соперничать друг с другом в споре, кто важнее. Мы посмеиваемся над учениками, но это является частью и нашей религиозной жизни. Баптисты лучше, чем пресвятеряния. А церковь Христа вообще лучше всех. И у каждого свои доводы. Но Господь говорит нам, прекратите это делать. Что вы ведете себя, как люди мира? Вы уже вышли из мира. Смирите себя. Проверьте свои ориентиры пожизненную. Третья. Покайтесь. Я не имею в виду на бегу. Не просто произнесите слова. Ой, Господи, прости. Я по-прежнему могу делать все, что хочу, потому что твоя кровь все покроет. Остановитесь. Жертва, заплаченная за нас, требует безгрешного послушания. Сын Божий претерпел ужасную смерть, чтобы освободить нас от рабства греха лично и от всего злого века. Поэтому мы должны каяться с сокрушенным сердцем. Зло царит в этом мире. Аборты убили 50 миллионов детей. Вдумайтесь. Семьи уже не такие крепкие. В университетах и школах все больше язычества, и все это происходит на наших глазах. Не нужно прикрываться достижениями ваших детей, вашим домом и счетом банков. У нас есть задачи помимо наших личных. Покайтесь. И четвертый пункт. Начните говорить истину. Вы знаете истину, делитесь ей с другими людьми. Распространяйте истину об Иисусе. Пусть и другие узнают, что вы читаете Библию. Не скрывайте этого. Вы не на задании под прикрытием, чтобы никто и не догадался. Вы любите говорить об успехах ваших детей в учебе или в спорте. Это нормально. Но мы должны также говорить людям об Иисусе. Скорее всего, зло в мире будет только нарастать. И мы услышим много антихристианской пропаганды. Будет все больше лжепророков. И они будут все громче возвышать голос. Думаю, страх и тревогу будут сеять в этом мире все больше. Что же делать, дабы оставаться стойкими? Во-первых, ценить истину. Божью истину. Какие бы атаки на истину ни происходили, пусть истина будет основанием вашей жизни. И притчи говорят нам, купи истину и не продавай ее. Купи истину и не продавай ее. И второе, пусть радость и энтузиазм вашей жизни, пусть цель вашей жизни происходит от вашего познания Господа Иисуса Христа. Все остальное всего лишь временно. Мне нравится жить в этом мире. Мне нравится закат, мне нравится проводить время с друзьями. Нравится запах костра. Я люблю жизнь. Но радость моей жизни связана с царством нашего Господа. Его царство придает смысл каждому дню моей жизни. Еще подобно царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, нет ничего осязаемого, что могло бы сравниться с вечным царством нашего Господа. Это должно стать якорем и краеугольным камнем вашей радости. И еще для того, чтобы выжиться в этом мире, нам крайне необходимо познавать Слово Божие и утверждаться в нем. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно сильнее любого орудия известного человечеству. Оно сохранит ваше сердце и даст вам то, что необходимо. Систематично проводите время в изучении Слова Божьего. Пусть это войдет у вас в привычку, потому что в это время огромных перемен, ваши эмоции и ваши мысли крайне уязвимы. Слово Божие утвердит вас, чтобы вы не поколебались». Это время, когда подкрадывается разочарование и хочется опустить руки. Вы можете быть сполны тревоги, ужаса и отчаяния. Это не означает, что вы слабы. Просто вы живете в тяжелое время. Это время битвы, и поэтому вам необходимо Слово Божие. Вы запомнили три компонента? «Цените истину, не отрывайте взор с радости в том, что вы имеете часть в Царстве Господа. И третье, утверждайтесь в Слове Божьем». Я дам вам еще один компонент, объемлющий все. Помогайте друг другу. Подбадривайте друг друга. Поддерживайте друг друга словами и молитесь друг за друга. Хватит ссориться друг с другом только потому, что вы читаете разные переводы Библии. «Да простит нас Господь!» Не нужно ждать, что кто-то вам послужит. Используйте свой голос, свою мудрость и сострадание, чтобы помочь другому. Пришло время нам быть церковью, какую этот мир еще не видел. Пришло время восстать и сиять в истине. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 20-й год будет именно таким. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке, этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах одного миллиона долларов. Так что спросите Бога в молитве о вашей роли. Сейчас прекрасное время превознести имя Иисуса. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 20-й год будет именно таким. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах одного миллиона долларов. Так что спросите Бога в молитве о вашей роли. Сейчас прекрасное время превознести имя Иисуса. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено. А значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков. Субтитры создавал DimaTorzok